Система координат. Это направление трех осей. Абсцисс, ординат и амрикат. Правильно? Перпетикулярно. Другая торчат после три единичных вектора. Это одна система координат. И другая какая-то система координат. Тоже три вектора, которые тоже торчат из той же самой точности, из того же самого начала координат. Так вот, сейчас я не понимаю, как я это буду рисовать. Боюсь, что у меня хорошо не получится. Вы представьте себе, что вот это три взаимно-перпетикулярных вектора. Представьте? Или нет? Вот они вот какие-то там, и же так. Замечательно. А теперь другие три вектора. Они тоже перпетикулярны друг к дружке, и они тоже длины единицы. Ребята, мне принципиально, что, когда вы берете плоскость и жи, вот это какая-то плоскость, находящаяся в начале координат. И плоскость, и штрих, жи-штрих. Ребята, это тоже плоскость. Согласны? Согласны. Так вот, эти две плоскости либо просто совпадают, либо имеют прямую пересечение. Ну, когда они совпадают, на самом деле, все гораздо проще. Ну, и в принципе, можно считать, что если они совпадают, то любую прямую, это прямое пересечение. Поэтому реально интересно рассмотреть случай, когда плоскость и жи по какой-то прямой пересекается с плоскостью и штрих, и жи-штрих. Давайте я эту самую прямую пересечение как-нибудь нарисую. Вот представьте себе, вот эта прямая, она лежит в плоскости и жи. Понятно? Представим? Красная прямая лежит в плоскости и жи. Отлично. Но она должна на одну лежать, в плоскости и штрих, и жи-штрих. Замечательно. Замечательно, она должна лежать в плоскости. Значит, я беспокойненько могу нарисовать, что вот у меня где-то здесь есть вектор и штрих, и перпендикулярный ему вектор какой-то там, жи-штрих. Ну и разумеется, для них есть перпендикулярный им вектор, это название на каждом. Отлично. Вот сейчас я расскажу самый естественный способ, как можно перейти от базиса и жи к базису и штрих, и жи-штрих. Ребята, все на самом деле совсем не просто. Сначала мы делаем поворот, чтобы вектор и оказался бы вдоль красной прямой. Вы согласны, что это в принципе человечество может сделать? Потому что красная прямая лежит в плоскости и жи-штрих. Замечательно. Замечательно. А теперь очень важный вопрос. А как это писать в координатах? Дело в том, что координат теперь три. Отверт. А очень просто. У меня теперь будет матрица не размером 2 на 2, а размером 3 на 2. Но реально у меня сейчас третья координата не учитывается. Поэтому там, где третья координата, будет единичка, ноль, ноль. Сейчас мы все с вами выпишем аккуратно, и вы все поймете. А вот здесь будут те самые величины. Пропишем косинус фи минус синус фи, здесь будет синус фи и здесь будет косинус фи. Отлично. Вопрос, все-таки, почему это естественно соответствует ситуации, когда работа только с двумя первыми координатами, а третья вообще не меняется. Ребята, а очень просто представьте себе, что я вот здесь выберу вам и вписываю координаты x, y, z. Представили? Тогда можете вы мне сказать, чему будет равно произведение. Когда умножаешь эту строчку, на эту столбец будет x косинус фи минус y синус фи, а ноль можно сказать вообще не так, не участвовать в томе. Дальше. x синус фи плюс y косинус фи и z в таком участке. А здесь наоборот остается только z. Поэтому получится вот та штука x косинус фи минус y синус фи и y синус фи плюс x вось синус фи. А третьей координатой будет z. Поэтому действительно вот именно так записывается в координатах, когда третья координата вообще не меняется. А дальше все просто. До свидания. Если у меня уже вектор y оказался вот здесь, я положительно не знаю, как это рисовать, потому что если я нарисую сейчас еще линию, то здесь уже будет вообще ничего не понятно. Потому что вот были векторы и и жид, они повернулись так, чтобы вот это вот стало теперь у нас вот это. Предпринимаете, да? Пока вы здесь понимаете. Зеленый. У нас жид, понимаете, это такое положение, да? Так вот, в этот момент пока еще вектор не изменился. Так вот, самое время сейчас взять и сделать поворот, который вектор k переведет в вектор k штрих. А при этом вот этот вот первый вектор меняться не будет. Ребята, мы это умеем. Первый вектор не меняется, это значит, здесь единичка, а здесь два ролика. А поворот мы писать умеем. Это косинус какого-то там угла, минус синус того же самого угла, синус этого самого угла, и косинус этой самой церкви. Замечательно. У нас теперь вектор k оказался на своем месте. И при этом, заметьте, у нас теперь вектор i уже на красной прямой. Вектор k уже совпал с вектором k штрих. Что теперь нужно для того, чтобы они заняли свои правильные места? Надо повернуть вокруг нового объекта, вот этот вот k штрих. Так, чтобы вот это точно стало бы и штрих, ну и соответственно, та, которая теперь уже стала бы и штрих. Ребята, а поворачивать при известной третьей координате мы тоже умеем. Это вы сегодня уже писали. Ага, это такая операция. Это такая операция. Третье как надо. Не меняется. Это означает, что здесь единица, а здесь два нолика. Вот здесь вот два нолика. Сейчас. Здесь будет какой-то еще угол. Здесь будет минус его синус. Здесь синус. И здесь это плюс синус. Расимович, а у вас жимок, ну а когда вы поставили на крайнее место k и на крайнее место i, жимок бы быть статикой, противоположно вектору штрих. Когда я поворачиваю, то вообще-то у меня как вся эта система будет нецелена. А, нет, Коля, ты хочешь сказать, что я могу получить строго противоположный результат, да? Ну, тут вот какая история в пространстве. Это хорошее замечание. В пространстве вообще есть собственные движения и несобственные. Что такое собственные движения? Которые можно получить, что называется, прощая наш успех. Да? А это несобственные движения, которые невозможны. То есть смотри, когда ты оставляешь i и жи на месте, а k меняет знак. Называется симметрия относительно плоскости. Ну, это так, грубо чем соответственно. Разрезать меня пополам и переставить половинку, так, чтобы сердце оказалось с другой стороны, да? Не бывает этого при живом человеке. То есть для этого надо все-все порядка, да? Все-все атомы переставить, как будто. Это невозможно сделать, находясь в тремьмерном пространстве. Ребята, я не зря говорил, что нас интересуют повороты пространства, а не любые. Дело в том, что это также как переставровки. Бывают переставровки черные и не черные, да? Или на плоскости бывает поворот и параллельный перенос это преобразование в не меняющую ориентацию. А есть осевая симметрия или скользящая симметрия, которая меняет ориентацию. Так вот, я же уже говорил, когда здесь, что можно записать в координатах примерно ту же самую, симметрию относительно прямую. Но я же говорю, что они будут это делать. Точно так же, естественно, можно еще добавить к этому отражению относительно плоскости, в общем, кстати, неважно на каком этапе. Кстати, отражение относительно плоскости решится очень просто, здесь в том, что вы видите, все. И у вас получится формула для, понятно, да? отражения. Ну, ребята, не будем сейчас в это, в это скрытие лезть. В принципе, если аккуратно-аккуратно листовать картину, то можно все эти три угла, которые я написал, что называется, увидеть. То есть, у них абсолютно реальный ягереческий смысл. И, между прочим, Эйлянд все эти свои три угла вводил не для плавства, а для того, чтобы написать систему официальных сравнений, которая описывает движение твердого тела. И, что называется, те решалы, всегда смотрят, как его там под действием разных сил движется. То есть, это вполне себе действительно рабочий инструмент. Это, повторяю, называется углы Эйляндра. В чем проблема у этих углов Эйляндра? А в том, что, когда вы эти три магнеза перемножите, то выражение получится не сказать, что мы слишком сложные, но и не сказать, что мы слишком простые. Поскольку я боюсь, что большинство присутствующих матриц перемножать не умеет, то давайте я сделаю так. Я хотя бы покажу, как перемножаются вот эти первые две матрицы для того, чтобы вы по образцу при желании умножили бы на третью и обнаружили бы, что ответ действительно получается с одной стороны не слишком страшный, а с другой стороны не слишком приятный. Итак, что такое произведение матриц размером 1 на 2? Это тоже матрица размером 1 на 2. Замечательно. Умножается по принципу строка на столбец. Вот есть строка умножаем на столбец. Получаем просто на просто 8 отлично. ту же самую строчку умножаем на этот столбец. Получается минус синус пси плюс синус тф. Пожалуйста, меня проверяйте. Умножаем эту строчку на последний столбец, получаем синус пси синус тф. Понятно? Вот это вы знаете? Все, с первой строкой я разобрался. Теперь вторая идет вторая строчка. Здесь умножается получается просто-напросто синус. Здесь строчка умножается на получается косинус тета и косинус пси. И наконец-то строка на столбец умножается получается минус косинус пси И, 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 синус, это. Пока замените, ничего такого особо страшного нет. Теперь умножается следующая строка, да? Эта строка умножается на столбе, это получается просто-напросто моли. Строка умножается, получается синус. И эта строка умножается на это, там получается точно. Значит, ребят, я объяснил вам переведение в этики. Ну, теперь, в принципе, если почек случился, можно умножить и на третью. Ну, ладно, давайте сделаем, чтобы не говорили, что вам не объясняли, как умножать матрица. Строчку умножаю на столбец. Значит, надо умножить здесь на косинус, а второе на синус. Поехали. Осинус, дета, осинус, фи, минус синус, пси, осинус, дета, осинус, фи. Да, все, написал. Теперь надо умножать здесь. Будет синус пси, осинус фи. Дальше у нас пойдет вот это умножить на синус. Плюс осинус пси, осинус тета умножить на синус фи. Итак, чтобы вычесть это число, мы умножаем такую строчку на такую столбец. Замечательно. Теперь здесь умножаем такую строчку на такую столбец. Реально получается только синус тета умножить на синус фи. Отлично. Значит, третью часть работы я сделал. Теперь надо умножать здесь на столбец. Это будет минус, косинус, пси, синус, фи. Дальше будет минус, синус, пси, косинус, дета. Умножить на косинус фи. Умножить на косинус фи. Так, здесь у меня боль. Правильно. Теперь здесь синус пси. Извините, что я сказал, я не думал, что это так долго займет. Но, в конце концов, знаете, демонстрация тоже хорошо. Итак, плюс косинус пси, косинус тета умножить на косинус фи. Так, и, наконец, здесь синус тета умножается на косинус фи. С караганом столбецом. Отлично. И теперь здесь совсем легко. Надо просто на единичку умножать. То есть, с караганом столбецом будет вот это. Синус, пси, синус, дета. Дальше здесь будет минус, косинус, пси, синус, дета. И, наконец, в конце будет просто косинус тета. Ребят, смотрите. С одной стороны, считать нужно. То есть, если вы Эйвер или если вы Вольфрам, есть такая математическая программа замечательная, да? Вот. То с такими штуками пока справимся. С другой стороны, посмотрел бы я на человека, который бы сказал, очевидно, поскольку вот это произведение там тому-то равно то, то-то, 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 то-то. То есть, видно, что ничего не бывает. Где лучи? Видно, что с одной стороны это вроде хорошо, а с другой стороны вычисления достаточно длинные. То есть, человеку крайне трудно в голове удержать аж 9 координат. И, конечно, углы, это самое, но понять по одним углам Хейлера, как получится другая. Например, простая задача, а в углах Хейлера ее решить совершенно невозможно. Есть поворот вокруг какой-то оси, проходящей через начало координат. И поворот вокруг другой оси. Что будет, если мы сначала выполним этот, а потом другой? Ну, как? Один поворот описывается какими-то своими угламами. Ух! Другой поворот описывается угламами. Ух! Можете ли вы легко и просто выписать формулу для результата? Ну, как? Ну, легко. Надо одну матрицу размером 3 на 3, умножить другую матрицу 3 на 3. А после этого подобрать 3 мгла, Фи, Т, и Пси, чтобы соответствующие числа были бы такими. Ребята, это задача для человека, она просто абсолютно нужна. Между тем, найти композицию поворотов оказывается совершенно невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова